В семье родился второй ребенок, старший инвалид. Хотели у вас узнать, когда мы можем начать использовать средства мат-капитала на реабилитацию старшего сына и что для этого необходимо? Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Использовать средства материнского капитала на нужды ребенка-инвалида можно независимо от очередности появления детей в семье. Ребенок-инвалид не обязательно должен быть тем ребенком, после рождения либо усыновления которого семья получила право на материнский капитал. Порядок действий семьи, желающей направить материнский капитал на нужды ребенка, следующий. Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для получения направления на медико-социальную экспертизу. Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации и реабилитации показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств материнского капитала. В учреждении медико-социальной экспертизы родители предоставляют свидетельство о рождении, паспорт, если имеется ребенка-инвалида, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка-инвалида, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и другие имеющиеся медицинские документы, это амбулаторную карту, выписку из медицинских учреждений и другое. Нужно сохранить все сопутствующие платежные документы, это договоры купли-продажи, договоры об оказании услуг, товарные чеки, кассовые чеки и другое. Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительно на день приобретения товаров или услуг. Для этого законодательно утвержден новый раздел в индивидуальной программе реабилитации ребенка в связи с внесением в него товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, расходы на которые можно компенсировать средствами материнского капитала. Соответствующее заявление можно подать либо в пенсионный фонд по месту жительства, либо фактического проживания. Также можно подать в МФЦ или через личный кабинет гражданина в электронном виде. В случае принятия положительного решения срок перечисления средств материнского капитала не превышает месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом. По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться для консультации в клиентскую службу управления, либо по телефону 3151 10.